Всем привет! Вы на канале TradeFax. С вами Глеб и в этом видео я расскажу, почему сегодняшний день будет являться очень важным для биткоина и для всего крипторынка. На это у нас есть три главные причины. Первая причина – у нас уже давно происходит определенное заужение волатильности. Вот как это выглядит на графике. Кто-то может сказать, что у нас формируется треугольник, кто-то может говорить, что у нас просто идет заужение волатильности. Это значение особого не имеет. Самое важное, что вы должны понимать, когда у нас происходит такая формация на графике, это значит о том, что у нас будет уже в ближайшее время, скорее всего, в ближайшую неделю пробой в какую-либо из сторон. То есть здесь у нас цена долго не останется проторговаться. У нас будет вынос либо сюда, либо мы будем уже штурмовать 25800-26000 в попытке пробиться и отправиться уже значительно выше. То есть первый формат, который мы должны понимать, заужение волатильности происходит. Следующее – давайте убираем все эти элементы рисования. Что нужно понимать? Сейчас я отмечу основные точки, и вы должны будете понять, какая здесь ключевая особенность, какое есть сходство между всеми этими точками. То есть у нас получается порядка семи точек на канале. Во-первых, это примерно вершина восходящего канала, который у нас сформировался уже где-то 40-45 дней. Первая причина. Вторая причина – мы видим особенности у свечей, что у нас идут небольшие тела и довольно длинные тени у свечей. Это говорит о том, что здесь покупатели уже не хотели входить в рынок, и здесь наиболее агрессивные были продавцы, которые сливали это все. И после таких теней мы видим обычно поход там на 14% вниз первый раз, второй раз также где-то на 15% вниз пошли, следующий раз на 13%, затем мы сходили на 8,5%, и сейчас пока что у нас там откат составил всего лишь 3%. То есть по постулатам технического анализа такой паттерн может привести цену биткоина, ну как минимум где-то на 3-8-4% вниз, а как максимум мы можем увидеть низ восходящего канала, это будет порядка 10-11% похода вниз. Но опять же, это не стопроцентная вероятность, что так произойдет. И у нас есть третья причина, которая, скажем, окажет самое сильное влияние на то, куда дальше двинется цена биткоина, и о ней мы поговорим уже буквально через несколько минут, а сейчас небольшой анонс. Я создал закрытое телеграм-сообщество, куда приглашаю своих подписчиков. Что там будет? У нас занятие стартует уже во вторник, группа будет абсолютно бесплатная, то есть от вас не нужно ни копейки для участия, и здесь мы будем заниматься трейдингом на фьючерсном рынке. Очень кратко расскажу структуру, что у нас будет. У нас будет 4 блока. Первый блок – это теоретическая база, в нем я рассказываю, что какая разница между спотом, маржой, фьючерсами. Рассказываю об основных ошибках на фьючерсном рынке у трейдеров, из-за которых они 95% сливают свои депозиты. Поговорим о мании и риск менеджменте, и поговорим о философии работы. То есть будем говорить о мышлении, дисциплине, дистанции, вероятности, математике. Следующий блок у нас – блок номер 2 – инструментарий. Мы полностью закрываем все технические вопросы, на какой бирже работать, как работать с терминалом фьючерсным, как там пополнить баланс, какие дополнительные инструменты использовать, как работать с дневником трейдера. Третий блок – это практика трейдинга на фьючерсах. Учу, как пользоваться, как правильно читать сигналы. Практикуем открывать первые сделки и анализируем свой дневник. И, конечно же, у нас на этапе обучения происходит нон-стопом сделки, входы в рынок и, самое главное, их разбор. Четвертый блок – это психология. Мы рассматриваем такие очень тоненькие темы. Во-первых, я разбиваю розовые очки тем, кто ожидает от фьючерсного рынка выше того, что следует, как это действительно работает. Поговорим про лимбическую систему, как она отвлекает и мешает трейдеру. И разберем ряд других интересных тем. Поэтому форму на вступление в группу я оставлю в описании под видео. Это будет Google форма. В зависимости от того, как качественно вы заполните эту форму, я буду вас рассматривать, допускать вас в эту группу или нет. На текущий момент в группе находится 500 человек. Заявку подавало где-то 1200. То есть попало порядка 40-45%. Поэтому отнеситесь довольно ответственно к этой форме. И самое важное, что ответ вам придет на почту. То есть будет ссылка, по которой вы можете перейти и участвовать в этой закрытой группе. И самое важное, что это продлится. Форма будет открыта сегодня до конца дня. То есть если вы успели, красавчики, и у вас есть хорошая вероятность попасть в эту закрытую группу. Если нет, то поезд уйдет и все. Это первый анонс, который я хотел вам дать. Думаю, он вам будет очень полезен и приятен. Следующее, но не менее важное. На бирже Gate.io у нас уже менее чем через сутки стартует турнир, где на кону 5 миллионов долларов. Что это значит и какие здесь есть бонусы? Первый бонус. Можно сказать, первый увидел, первый забрал. 50 долларов получает каждый, кто впервые будет пользоваться фьючерсным трейдингом на бирже Gate.io. И 20 баксов получит тот, кто уже ранее пользовался фьючерсным трейдингом. То есть почему бы не забрать этот бонус? Следующее, что? Как здесь идет распределение? Во-первых, можно участвовать как команда. Во-вторых, можно участвовать просто как конкретно индивидуальный трейдер. Из очень вкусного, что вам нужно минимум 200 долларов. То есть порог входа в этот турнир составляет, что у вас на балансе должно быть 200 долларов. Далее вы их торгуете. То есть никому вы за участие не отдаете. Просто у вас на балансе должно быть минимум 200 долларов на фьючерсном рынке. И далее вы можете занять какое-то место и забрать очень хорошую награду. И также не забываем за эти бонусы. Так что ссылку на это событие я оставляю также в описании под видео. И рекомендую воспользоваться моей рефералкой. Она также будет в описании под видео. Во-первых, у вас будут хорошие дисконты на комиссии. У вас будут кэшбэки. И самое главное, сейчас покажу на примере группы, что для моих рефералов делала биржа Gate. Я думаю, вам это очень понравится. У нас был бесплатный airdrop и всего лишь приняло участие 20 человек. И 20 человек гарантированно через неделю, которые зарегистрировались по мэрии в ссылке и прошли верификацию, получили. Toms, токены, вот их количество, а вот сумма в эквиваленте доллара. То есть видим, от 18 долларов до 600 самая была большая награда. От чего это зависело? От суммы вашего депозита, который вы завели на биржу. Поэтому рекомендую воспользоваться рефералкой, потому что вы можете в дальнейшем участвовать в таких замечательных airdrop'ах специально для моих рефералов. И как раз еще сейчас действует один airdrop токена в Lauli, который уже будет оглашены победители буквально в течение этой недели. Поэтому рекомендую, во-первых, воспользоваться рефералкой. Во-вторых, обязательно посмотреть участие этого турнира. И если вы умеете драговать на фьючах, конечно же, принять участие. А также не забываем про форму в Telegram канал. Теперь, еще в основном канале будут все основные апдейты. Когда начинаются у нас занятия, кому пришли письма, кому не пришли, что делать. Поэтому, если вы хотите оставаться в курсе событий по поводу того, как принять участие здесь, попали вы сюда или нет, то рекомендую также подписаться на основную группу. Ссылка на нее также будет в описании под видео. Наконец-то переходим к биткоину. Посмотрим, что же у нас интересного здесь. Первое, на что стоит обратить внимание. Давайте снова повторю, что у нас есть заужение волатильности. Что у нас есть формат технического анализа, который говорит, что отсюда у нас, ну, как минимум, откат будет где-то на 4-5%. Но самое важное, это то, что у нас произойдет на Америке, на фондовом рынке США. Давайте посмотрим на примере индекса S&P 500. Что у нас сейчас происходит? У нас за довольно долгое время, сейчас скажу вам точную цифру, формировался 228 дней. Вот такой вот нисходящий канал. И буквально за четверг, за пятницу мы смогли преодолеть этот нисходящий канал и цена из него выбилась. То есть, какой паттерн для нас будет плохой, что мы можем увидеть очень сильную коррекцию по биткоину. Он уже нарисован по графику. То есть, отсюда у нас идет снижение. Мы снова заходим в этот нисходящий канал и отправляемся уже от 2% вниз вплоть до 4,5% вниз. У нас цена может очень легко упуститься. То в таком случае по биткоину мы, конечно же, можем ожидать негативные события. Первое, что мы можем ожидать по биткоину, это снижение, опять же, где-то на 4,5%. То есть, мы ударимся в уровень на отметке 23400. Это будет еще средина восходящего канала. А при совсем негативе мы, конечно же, можем опуститься на 10-1,5% вниз и увидеть нижнюю границу восходящего канала. Это будет примерно отметки 21400-21600. То есть, в этот диапазон биткоин может сходить. Но, что нам нужно для того, чтобы биткоин попытался, во-первых, проштурмовать 25800-26000. А вторая, самая важная цель уже зайти в диапазон 28600-32000 долларов. Нам нужно, давайте сейчас перейдем на фондовый рынок США, на примере индекса S&P 500. Нам нужен абсолютно обратный паттерн. То есть, сегодня, понедельник, сегодня у нас откроются здесь торги. И в зависимости от того, как они откроются, открытие будет 16.30, если я ошибаюсь, по киевскому, по московскому времени, а закрытие около 23.00. И в зависимости от данных, как у нас закроются, как у нас откроются сегодня торги, если мы увидим какую-то такую формацию, тест и отсюда попытку восстановления. И далее у нас самый ближайший сильный уровень сопротивления находится на отметке 4505. Получается, если с текущих цен мы еще подойдем к этому уровню сопротивления, то есть, цена по индексу S&P 500 сделает где-то 5,5%, то по битку мы увидим очень сильный, шикарный позитив. Такой же позитив будет хороший по альте, на примере того же эфира, который сейчас в 2 или в 3 раза сильнее вырастает, чем биткоин. То мы, конечно же, увидим первую попытку выйти за 25.826.000 и вторая попытка, это уже будет закреп в этом канале. Поэтому самый важный, характерный нюанс, на который стоит смотреть, что сегодня будет происходить на индексе S&P 500. Именно сегодняшний день задаст тренд и настроение на ближайшую неделю. Поэтому первое, на что обращаем внимание, на открытие и на закрытие индекса S&P 500. Второе, на что мы обращаем внимание, закроется ли сегодня цена у нас выше отметки 24.181. Пока что мы видим, что сегодняшние сутки закрылись выше, протестировали этот уровень и пока что цена себя чувствует комфортно. Поэтому, если мы будем оставаться в этом диапазоне, то все классно. И следующий нюанс, который стоит учитывать, третий, это, конечно же, то, что у нас произошло заужение волатильности. И в рамках этой волатильности нам осталось колебаться совсем недолго. Уже в течение этой недели у нас может произойти более сильный взрыв цены. От чего будет зависеть взрыв, я уже сказал. Смотрим на S&P 500, смотрим на технику, что у нас происходит здесь. И, собственно, это и есть основные критерии, на которые стоит обратить внимание. Теперь давайте очень кратенько посмотрим, что у нас происходит сейчас в стаканах и в ленте сделок по битку. По битку у нас в ленте сделок основные биржи, где минимальную сделку мы видим от 10. Мы видим, что у нас продаж в два раза больше, чем покупок. И мы не видим, в принципе, ни одной какой-то экстраординарной продажи, где было бы там 90 или 100 битков. То есть пока что у нас, конечно же, давлеют продавцы. Но давайте посмотрим, что у нас происходит в самих стаканах. Начнем мы с биржи HitBTC. Мы видим, что у нас идет определенная сильная поддержка. Пока что в моменте в районе 24 тысячи, 23 тысячи 500. Это говорит о том, что цену ниже 24 тысяч пока что пускать не хотят. Но у нас где идет самое сильное уже сопротивление по аскам. Начиная с 25 тысяч долларов, заканчивая, мы видим, что 25-26 тысяч долларов. У нас здесь просто огромное количество котировок, очень крупных, очень жирных. Опять же, я говорил в прошлом видео, если они будут сниматься, они пока что за двое суток никуда не делись, то это, конечно же, будет очень хороший позитивный сигнал для дальнейшего движения рынка вверх. Мы видим такую же картину по бирже Binance. У нас основное сопротивление 24 160 и вплоть до 23 500. Пока что у нас это будет первый сильный уровень поддержки. Второй уровень уже сопротивления у нас на отметках 24 580 и вплоть до 26 тысяч. Мы видим, что впервые у нас Binance почти что один в один по котировкам совпадает с биржей HitBTC. Если мы посмотрим на Bitfin и на Bitstamp, то здесь у нас не такая сильно ликвидная картина, но видим небольшое подтверждение. Во-первых, у нас защищается зона 24 525 240 и также мы видим неплохую поддержку в диапазонах как по HitBTC и как по Binance. То биржа Bitstamp у нас гораздо скромнее. Здесь всего лишь две котировки и здесь одна. Поэтому основные биржи, на которые сейчас обращаем внимание, это Binance и как сильный манипулятор HitBTC. Да, эти объемы рисованные, они будут сниматься, когда к ним подходит цена. Рисованные в том плане, что они живые, но они не будут исполняться. Но они очень важно и оказывают влияние на манипуляцию, на давление рынка. По стакану, по ленте сделок основные моменты мы прояснили, по графику также прояснили. Если у вас есть какие-либо вопросы, которые касаются, не знаю, там начиная от турнира, закрытой группы или просто технического анализа, можете задавать их в комментарии. Если вам видео понравилось и было полезным, то обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал. А у меня на этом все. Все, ребята, со всеми прощаюсь. Всем пока!